Фестиваль «Театральное Приволжье» – главные события уходящего года в мире искусства для непрофессиональных актеров Приволжского федерального округа. 14 регионов, 400 коллективов участников и 120 тысяч зрителей. Таким стал фестиваль. Актерское мастерство демонстрировали школьники и студенты. Город Воткинск представлял Народный театр ДК «Юбилейный» с постановкой «С любимыми не расставайтесь» по мотивам пьесы Александра Володина. Во-первых, конкурс произвел большой резонанс вообще в Приволжском федеральном округе. К нему было очень большое внимание и зрителей, и любителей театра, и представителей театральной среды, профессиональной, и представителей власти, администрации и так далее. То есть, в общем-то, в год театра этот конкурс оказался очень уместным и очень необходимым. На протяжении полугода школьные и студенческие театральные коллективы Приволжского федерального округа показывали свои постановки на разных площадках. На данный фестиваль было подано 483 заявки со всего округа. В итоге на окружной этап вышли всего 28 команд. Они боролись за звание лучших в шести номинациях. Конкуренция была большая, широкая. Сказать, что это все прямо было ожидаемо – нет. Но и в то же время я могу с уверенностью сказать, что спектакль, над которым мы работали, который сделали, который показали зрителям, у нас уже была возможность его проверить на зрительскую аудиторию. Везде его принимали на браво, с восхищением. Зритель откликался на наш спектакль, на наши эмоции, чувства, мысли о том, что мы хотим сказать. Поэтому я с уверенностью могу сказать, что ребята, которые работали в спектакле, они работали с отдачей. Мы понимали друг друга, нам было интересно. Мы выносили на суд зрителей работу прочувствованную, выстраданную и надеялись на отдачу. И достойную. Вот это я знала. А как там дальше сложится, понимаете, иногда бывает, что зрительская оценка и оценка жюри, они иногда не совпадают. И у нас такое часто было, в общем-то, в истории театра. А здесь получилось совпало и зрительская оценка, и оценка профессионального жюри. 9 ноября началось народное голосование за лучшие коллективы. Свыше 29 тысяч человек проголосовали за полюбившийся театральный коллектив и лучшую постановку, позвонив по бесплатному телефону. Победители были названы 30 ноября. В Нижнем Новгороде прошла торжественная церемония награждения победителей. Согласно народному голосованию и выбору жюри, второе место среди студенческих коллективов занял Народный театр Дворца культуры юбилейной. С постановкой «С любимыми не расставайтесь». Воткинские актеры в такой масштабной конкуренции выступили более чем достойно. Нашли отклик у зрителя большой аудитории. Два года занимаюсь в театре, но успел поездить уже много. Но этот был конкурс один из таких, наверное, значимых, надо сказать. Конечно, опыт большой, положительный. В нашем спектакле занята молодежь, ребята от 16 лет и старше. Это школьники, студенты, люди, служащие, представители разных профессий. В том числе в спектакле играют и актеры, которые в театре уже много лет, которые знают, что такое сцена, знают цену театру и, в общем-то, отдают себя этому делу с полной отдачей. Всего в спектакле работают от 15 до 17 человек, но здесь у нас небольшая группа представителей спектакля, потому что в данный момент мы собраться все не могли предновогодние дни. У кого-то уже какие-то мероприятия, все актеры театра, люди востребованы. Кто-то просто живет в разных городах. Я вам сейчас скажу географию, вы просто удивитесь. И все это актеры театра, и они все играли и участвовали в спектакле. Это и Казань, где сейчас в данный момент одна из главных исполнительницей роли спектакля. Это и Пермь, и Новосибирск, и Ижевск. Кроме бесценного опыта и возможности показать свое творчество на огромную аудиторию, при Волжского федерального округа победители фестиваля получили сертификаты на постановку нового спектакля. Мы уже сыграли этот спектакль. В марте была премьера, и мы сыграли этот спектакль уже шесть раз. Три из них в Откинске, три мы играли на площадках. Мы показали этот спектакль в Челябинске на конкурсе «Две маски», тоже представляли Удмуртию. Мы показали этот спектакль на молодежном форуме «Иволга 2.0», это в Самарской области. И показали этот спектакль как лучший спектакль в Ижевске, в Удмуртском национальном театре. Для всех участников театрального привоза нашего региона Удмуртии показали на профессиональной сцене, как победителем. Столица театрального привоза, я с следующего года решила, что этот фестиваль будет ежегодным, будет в Удмуртии. Актеры Народного театра ДК «Юбилейный» еще раз доказали, что в Откинске живут талантливые и уникальные люди. А молодое поколение удивляет и дает повод гордиться. Елена Рудакова, Дмитрий Наговицын, Водкинске.